так я попробую конечно да здесь все забаговано надо ну пошли да обидно конечно что квесты тут половины не работают так как им нужно работать мы наконец встретились любезная госпожа что это что ты наделал ну что ты права ты думала что сможешь вечно вертеть людьми как хочешь твое везение должно было когда-нибудь закончить теперь мы отвезем нашу дорогую землячку по дороге и никто и пальц что же касает вот держи смотри не прописал вау если позволишь дать тебе совет мне не позволю мужик иди нафиг имидал 500 золота это гребанное ничего это как просто как пернуть в лужу не то чтобы я был против но это но это гребанное ничего так мне вообще надо бы пойти в ривервуд там продать торговцу всякая краденая барахлишко заодно натырить у кузнеца местного немножко слитков они пока что не нужны но потом понадобятся так по моему тут надо подождать часиков 5 они все откроются не до 10 они по моему спят но гребанский торговец открыто пукан валерий что у тебя есть на продажу так дионикс продать они ничего не весит ладно пускай лежат так бронька амулет стендара вы блокируете щитом на 10 процентов больше урона я продаю его просто за ничто что поделать за бесценок практически но она все вес имеет поэтому надо продать так это все веса тоже практически вот вот что вес сделает мне так договор указ указ это все тоже не имеет весом вот бивень мамонтон имеет вес так все остальное не особо хорошо что не будешь на продажу из оружия ничего интересного из амулетов восстановление но это если бы я магом был чистым магом то можно было бы а так сопротивление ядом на 50 процентов у меня по моему сопротивление холоду что ли врожденное у боссмеров и если что-то там прокачать на сопротивление холоду или зелье какую-то выпить там вообще не будет наноситься никакого урона у меня такое было так давайте отправимся наверное в рифтон сразу после того как я заберу или не заберу видимо не заберу так тогда давайте отправимся в рифтон потому что рифтон это важно в рифтоне гильдия воров могу я еще не обнаружил локацию нет так хорошо в таком случае мне понадобится повозка здесь повозка если есть то с этой стороны я просто не помню тусуется ли он в этом городе монет ладно давайте переместимся к конюшнам вайтрана хочу много денег хочу иметь возможность продавать и хочу начать проходить эту линейку квестов так вот вообще надо будет потратить немножко денег и просто открыть все города открыть все города чтобы потом телепортироваться по ним то есть чтоб потом об этом не думать моя повозка самый безопасный способ путешествия если первый раз в рифтоне обязательно сходи на медоварню черный вель да схожу схожу эти люди это просто ходячая реклама самого там реля самого скайрима и пойдешь туда там весело и пойдешь туда там плохо и пойдешь туда там нейтрально и давай иди туда нет вот туда ала побухай о купить дом короче но сходи поговорить женщиной нет сходи поговорить с мужчиной заведи ребенка купи еще один дом что эти брифта плати гостевой налог за право войти в город а тебе какое дело ладно только шум не поднимай хочешь чтоб все услышали может дай только ворота отобру вас тут нет проблем с драконами нет будут да я стреляю водоплавающий мать моя женщина да рыбы так не плавают как этот олень хантерборн охота рожденный это мой любимый город hd огонек блин да я не знаю попадаю по нему или нет да должен я тебя уничтожу все больше ничего не умеешь давай давай а а а да стрелки у меня определенно уже не очень и ты дракон немножко жалею что продал драконию чешую у меня пока что и хранить негде нижние чешуя в смысле ошметки где-то блин ящерица переросток вот это кашек не кончит кажется я знаю где дракон блин вот на тумане ни хрена не видно я убью тебя жопа дракона вау опять опять анимация промаха да ладно первый раз кстати я заколбасил дракона мечом анимация была куда эпичнее ты не дракона рожденный у тебя ничего не выйдет черт а возможно и дракон рожденный вы перегружены не можете бежать все видели гифку или видео даже может быть с этим самым с чуваком и с тимфортерсом поднимает один цветочек в морды примерно то же самое нет все так а это что а это избранная окей топор владения вайтран побежали отсюда а ну да душу всосать я и забыл ну заходи ну заходи я вам город спас придурок заходи в тимфортерсе много чуваков до штуки 4 по моему ну может 5 я опять столкнулась с гильдией воров будьте осторожны гильдию воров поддерживает мавен черный вереск она только щелкнет пальцами и вы окажетесь в тюрьме воров или где похуже им ты тут тоже недавно да нелепо называть это гильдии как можно считать соратниками людей готовых продать друг друга за золотую монету это отребье даже темное братство придерживается строгих правил и традиций а местное варье просто ничтожество а ты что думаешь я об этом не задумываюсь ты меня разочаровываешь я думала пришелец извне будет другим но как видно гниль пролезла во все дыры удачи тебе в этом городе ты почувствуешь себя здесь как дома я знаю это сейчас обидно было да я себя не знаю ты в рифта не нарываешься на неприятности неправильный ответ черный вереск не любит когда всякие выскочки пытаются лезть в их дела семья черный вереск заправляет всем в рифтоне а гильдия воров прикрывает им спину так что лучше не лезть в их дела я я кувалда приглядываю за порядком на улицах если захочешь узнать чью нибудь грязную подноготную обращайся но готовь монету я не знаю просто так это к тебе попасть не могло значит краденая похоже здесь у нас тебе самое место так что тебя интересует я что похож на торгаша это тебе квекс в гильдию воров если с ними подружишься Тогда сможешь её отыскать. Смеёшься? Мой брат-могильщик работает у них в убежище. Раньше я тоже там крутился. Но потом ушёл работать к Мавин, когда там совсем жарко стало. Если хочешь в дело, отыщи Бриннерфа на рынке. Думаю, он найдёт для тебя работёнку. До встречи. Я устала от твоих отговорок. Когда ты брал деньги, ты обещал вернуть их в срок и с двойными процентами. Я знаю, да, но откуда я мог знать, что караван ограбят? В следующий раз поменьше болтай о своих планах, и ничего с караваном не случится. Что? Неужели это вы его ограбили? За что? Почему вы это со мной делаете? Слушай, Шадр, последнее предупреждение. Плати или будет хуже. Меня интересует только золото. Всё остальное твои проблемы. Так. Что тебе нужно? Давайте решать проблему негра. Шуму денег, и мне кажется, что меня обманули. Не знаю, что и делать. Мне удалось договориться с конюшней в Айтране и купить у них уздечек до сёден. Чтобы оплатить груз, я должил денег у Сапфир. Да только груз украли по дороге. Теперь Сапфир требует деньги назад. И если я не заплачу, она может меня убить. Да, Сапфир. Вот эта вот няшечка. Она просто прелесть. Не самая любимая, но... Одна из. Так. Будь осторожнее с Сапфир. Она водится с тёмными людишками. Я самый тёмный людишка. Те, которых ты знаешь. Так что, я думаю, мы найдём с ней общий язык. Эй, мужик, не подслушивай. Я ему денег одолжила. Он обещал вернуть. А сейчас говорит, что наняли. О, вот и всё, в общем-то. Нет, нет. Марамал, мы об этом уже говорили. Таллин. Ладно, ладно. В принципе, я тогда неплохо заработала. К чему терять время, запугивая конюха? Передай Шадру, что он мне ничего не должен. Красноречия повышаются. Где этот кусок афроамериканца? Да благословит тебя Мара. Господи, мужик. Пошёл к чёрту. Не видишь, что частные люди воровством промышляют. Упс. Чё пристал, блин? Благословение, благословение. Эй, дырю. А это всё барахло. Это всё не важно. Чёрт. Ну давай. Господи, на ученике сломать отмычку. Какой позор. Ключ от прилавка. Ладно, я просто проверил. Я думал, раз я в приседе не виден, значит я стою не виден. Я всегда хотел попроверить. Так, мне нужна корзинка. Всё потому, что нельзя украсть в приседе. Ключ от кошелька. Ну, бывает чё. Ключ от кошелька. От кошелька, Карл. Да, да, да. Ну так. Вытащи их из витрины. А, так не круто, блин. Я могу с ними вообще уйти, блин. За поворот любой. Так, мне бы, блин, где-нибудь всё хранить. Да так, чтобы не пропало. Вы перегружены и не можете бежать. Конечно, вы видели, сколько я говна с собой таскаю. Привет, Билдфит. Так, кузнец. Или ты не кузнец? Нет, вон то кузнец. Стой, кузнец! Кузнец! Нет! Нет, кузнец. Стой, кузнец. Чёрт. Дурацкий кузнец. Лоб тебе не подать. Такие украшения, мужик. Открой глаза, тебя ограбили. А знаешь кто? Я! Ого-го! Кольцо здоровья, блин. Так, чё я ему продать-то могу, кроме... Блин, слитки я ему не буду продавать. Я не идиот. Учки ничего не весят. Это у меня нужен кузнец. А, вон он. Путешественник. Хочешь посмотреть, как Баримон творит чудеса из стали, да? Я продаю чудес. Клюнки, шлямы, практически всё необходимое. Так. Эй. Так, кто из этих придурков может купить... О, кстати, у меня опять тысяч денег. Погляди. Ладно, что я могу купить у тебя? Что у тебя по оружию есть? Клинки. Эту штуку бы неплохо купить. Ну, у него нет ничего интересного. У него только мечи и луки, которые не лучше моих. Мне, в принципе, защита, как таковая, не нужна. Мне нужна броня, которая даёт некоторые статы. О. Я могу бегать. Ура! Кому тот септим нужен? А-а-а! Вместе вечером, когда я встречу с рыбой. Тебе что-то нужно или как? Нет. А ты? Шьюха! Я могу предложить. Да вот, погляди. Привет, Реолорд. Так, я тебе продать-то чё могу? Во! Не, я понимаю, что продавать драконьи кости и чешую это плохая идея. Но они весят много, у меня нет денег, это начало игры, и до прокачки кузнечного ремесла мне ещё хреново туча времени, и я, в общем-то, ну, вы поняли. Это абсолютно, я знаю, что это плохая идея продавать, но, увы. Увы, я вынужден это делать. Так. Так, и у меня перегруза нет. Это хорошо. И броншей золота у него тоже нет. Так. Фигня, фигня, фигня. Ну, продаёт в основном вот эти вот гемы, кристаллы. Да и, в общем-то, всё, что он продает. Великий камень душ у него есть, вот, хорошая вещь. Но Великий камень заполняется... Осторожнее на дороге. ...довольно-таки мощными штуками. Если что-то привлечёт... Левелап! Хэштег левелап. Так. Запас сил, по-моему, повышает переносимый вес. Он мне, в принципе, нужен. Дольше тетива натянутой будет. Так, ладно, тут пока что нечего качать. Взлом. Я подумаю... Уровня новичка... Я подумаю пока что. У меня пока что не так это нужно. Стрельба. Здесь тоже ещё далеко. Одноручное оружие. Вот я не знаю. Я им не пользуюсь практически. Поэтому я не уверен, что он мне вообще нужен. Ударом мечом с вероятностью 10% наносит критический урон. Рывок. Безжалостный удар. Силовая атака при движении назад парализует противника с вероятностью 25%. Ну, всё-таки моё основное оружие это лук. Поэтому и... Ну, то есть я не хочу качать одноручное оружие особо. Потому что это оружие последнего шанса, так скажем. Может быть, как раз-таки стоит начать прокачивать карманные кражи в том числе. Да, сэр. Всё очень просто. Я отвлеку внимание, а ты украдёшь серебряное кольцо Мадези из сундучка под его прилавком. Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман-браншею. Кое-кто хочет, чтобы он отошёл от дел навсегда. Это всё, что тебе нужно знать. Теперь скажи мне, когда приготовишься, и мы начнём. Что тебе нужно знать. Слушайте все! Слушайте! Слушайте! У меня есть нечто замечательное. И оно стоит вашего внимания. Собирайтесь вокруг! Ну, Бриньольф, что на этот раз? Терпение, брандшейку? Это редкая возможность. Я бы не хотел, чтобы ты остался с носом. То же самое ты говорил про эссенцию Алина. А ключ-то где, мать вашу? А, ну да. Но у него нет кольца. И ключа нет. Я представляю вам фалмерский кровяной аликсер. Ну-ка, ну-ка. Ты говоришь о снежных эльфах? Именно так. Таинственные существа, герои-легенды. Они были великими мастерами мать. Представьте силу струившимся по их желанию. Ах, вот оно что. Я напрочь забыл, как этот квест делать. Я почему-то думал про этот сейв. Ну, давно никто не видел. В целях безопасности я не раскрываю свои источники. Сейчас, подожди, мужик. Кольцо найду. Так, я вижу, мне пора. Приходи завтра, если захочешь купить. Какая подсчет. Работу в рыбном порту Рифтона Лёха не удается. Ты отлично подходишь для этой работы. А это тебе плата, как я и обещал. Ты ничего не обещал. Сто золота. Да они все издеваются, что ли? А, мою организацию преследуют неудачи. Ну, наверное, так и должно быть. Но все равно, работа сделана, и сделана она отлично. Но можно заработать еще больше. Если, конечно, не побоишься. Чего у меня только нет. Ну, хорошо. Давай-ка проверим. Наша группа обретается в крысиной норе под Рифтоном. Есть там кабак, называется буйная фляга. Доберешься туда, и мы посмотрим, из какого ты детства. Ну что же, отправимся в буйную флягу, ребят. Давайте отправимся в буйную флягу. Еще чуть-чуть. Говори. У меня лучшее снеть во всем Скайриме. Все свежее, будто только сегодня бегало. Выборачивай карманы, мы знаем оно у тебя. Что у меня? О чем ты, демон, возьми, говоришь? Не валяй дурака, выверни карманы, сказано. Сейчас же. Овощи хрустяйте. Говорю тебе, у меня нет. Как дивный снежок. Стой, что это за кольцо? Оно не мое. Купи надежную броню. Ты сам сказал не твое. Еще внуком ее останешься. Ты арестован, Браншей. Это какой-то бред. Это логика просто потрясающая. Ты сказал, что он не твое, ты точно виновен. Взять его, отрубите ему голову. Либо я потащу туда твое бездыханное тело. Выбирай. То есть он даже представить не мог, что это кольцо, возможно, действительно не его. И, возможно, ему подкинули. Не, я не то чтобы против, но это все, типа, странно. Так, сохранимся. Ну, в смысле, логика отстойная. Так-то, пожалуйста. А, Бринюлюв похож на Иисуса? Ну, тогда все норды похожи на Иисуса. У-у-у. Это будет тяжко. Не знаю, Драф, они нас заживо освежуют, если узнают. Прекрати ныть. Ты давно уже не ребенок. Пока все идет хорошо. И хедшот. И наорали. Ужас какой. Так, кстати. Я совершенно забыл поставить новые стрелы. Это че... Выспорная. Че, как-то не знаю, что с железными до сих пор. Я все-таки, наверное, заменю после сегодняшнего стрима мод Location Damage на просто повышенный дамаг отстрел. Потому что не уверен, что мне нравится то, как работает этот мод. Не знаю, нафига я светильник взял. У меня определенно сюда. Я просто думал, что кто-нибудь прибежит. Так, где моя стрела? Механизм ловушки. Это замочная скважина. Могли бы хоть какую-нибудь анимацию добавить. А. Не нравится мне это место. С-шот. Да ладно. Блин. Куда ему попал-то хоть? Пойдем посмотрим. А, я стрелу вытащил. Ну, видимо, в голову, раз он умер. Он не то чтобы очень мощный боец, но он такой... Ну, скажем так, первый раз он мне немножко проблем доставил. Это не было каким-то... Какой-то проблемой. Но это не было совсем уж легко. Не на один выстрел, то есть. Она съела кольцо. Ну, почему нет? Злокрыс мог сожрать там палец персонажа какого-то. Ауч. Бревном в морду. Это больно. Да. Я забыл про эту ловушку просто. А у них для посвящения всегда нужно вырезать орду людей? И каджито. Ну, в смысле, эти ребята тусуются здесь. Вряд ли они враги гильдии. И как-то это все не по-христиански. Куда не надо, пока не буду идти. Так. Ну, я на месте, в общем-то. Команда этих ребят мне знакома очень хорошо. Это вот скрытная. Этот вот дрочила. Этот угрожает. А, это бармен. Кровь и серебро. Кровь и серебро. Кровь и серебро. И решили, что могут не платить. Кровь и серебро. Хорошо. Кровь и серебро. И она сдастся. И она сдастся. Этот типчик. Пес знает, что о себе воображает. Ключ к успеху. Уродливая двемерская ваза в его лавке. Разбей ее в дребезги. И он сразу перемеется. Понял. Я буду здесь, когда ты закончишь. Погнали. Держись от проблем подальше. И проблем не будет. Не. А могли бы меня выпустить, а? Пацаны. Не. Не, не сюда. Мне назад. Насколько я помню. Да. Ну, зато после этого квеста будет, по-моему, откроется срез вот этот. И можно будет уже через кладбище. Ходить, как обычно. Да. Предлагаю сюда пойти. Первый раз, я помню, у нас тренинг здесь поутал. Просто чудовищно. В трех соснах заблудился. Да. Вот туда спрыгивали. Ну, теперь, правда, здесь ближе бежать намного. Но все-таки... Ну, все-таки. Так. Понятно. Ну, как и водится. Идти надо по тропам. Рифтом. Здравствуй, рифтом. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Посмотрим. Ого! Письмо от Ярла. В гору идешь не иначе. Но вроде все. Ладно, мне пора. Предметы. Да, то, что Неписи спавнится вот так вот близко, это странно на самом деле. Раньше такого не было. Может быть из-за того, что все на ультрах стоит, я не знаю, но... Позволь мне представиться. Мое имя Сидгейр. И я имею честь быть ярлом города древнего... А, гордого древнего города Фолкрит. Моих ушей достигла молва о твоих подвигах в Скайриме. Если ты желаешь стать таном владения Фолкрит, зайди поговорить со мной, как будешь в Фолкрите. Титул не только принесет тебе честь и уважение, но и позволит тебе иметь личного хускарла. Могу также сообщить конфиденциально, что если твои услуги окажутся полезны мне, ты сможешь приобрести в собственность участок земли во владении Фолкрит. Жду нашей встречи. С уважением. Сидгейр. Ярл Фолкрита. Господи, эти все названия с этим шрифтом. Просто ужасно. Зачем ты это делаешь? А это просто флэш. Это был первый флэш, второй флэш. Это нулевой флэш. У него не было суперскорости, но он телепортировался. Видимо. Так, ладненько, давайте зайдем. Поговорить. Чего ты хочешь? Говорят, дела в вашей гильдии идут хуже некуда. При этом вы слишком взрываетесь. Я не дурак. Меньше всего я хочу с вами воевать. Слушай, я тебе это говорю только потому, что боюсь за нее. Не думай, что я одобряю твои действия. У Керавы есть родичи на ферме в Муравинде. Если скажешь, что знаешь про них, она тебя послушает. Только не трогай никого. Пожалуйста. Даже думать страшно. Извини, мне надо заняться делами. Хм. Такие дела. Органианша. Да здесь все озвучены классно. Ну, я поспорил бы, наверное, еще по поводу... А, Керава, видимо, здесь. Я бы поспорил еще насчет, там, как это... Ну, лучше, хуже, чем оригинальный дубляж. Но это уже совершенно другое дело. Хочешь отдохнуть или выпить? Сперва покажи деньги. Нет, даже и не подумаю. Убирайся из моей таверны. Откуда ты знаешь? Пожалуйста, я не при делах. Я все в свободность делаю. Не трогай их. Хорошо. Вот. Отнеси это Бриньольфу. И передай, что со мной больше проблем не будет. И снова 100 золотых. Они прямо привязались к этой цифре. Ты вроде не прочь выпить. Как насчет недорогого меда? Да ну вас нафиг. Меня один уже предлагал тут как-то выпить. В итоге я женился на козе. Не-не-не-не, мужики. Я в другой раз, простите. Заложенная креветка. Боже, эти названия. У Ульфрика голос офигеть. Да нет, у всех хороший голос. Вообще, для русской озвучки здесь все просто потрясающе. Ну, чем я могу тебе помочь сегодня? Что? Что? А, ты значит из этих. Нет, я из тех. Что? Бриньольф уже не хочет сам показываться, да? И что он просил передать? Ну что, я твой вазон сейчас тебе об голову расколочу. Вы отбирайте у меня последние гроши, но самих себя защитить не можете. Это абсурд. Не обманывай себя. Ваше время в Рифтоне на исходе. Скоро вас всех выживут. Мне тоже. У меня много работы, так что лучше уходи. Что-то не бьется, нифига. Берси, ответ. Хорошо, я все понял. Все-все, теперь буду платить вовремя, только не трогай больше ничего. Вот, бери свое золото и оставь меня в покое. Надеюсь, теперь ты здесь по более приятным делам. Я же все-таки заплатил. Да, более приятное дело это обнести к хренам твою хату. Ну а что, неприятное? Приятное, вполне. Но похоже, брать тут реально нечего. Бомж, днище. Фу. Теперь ты здесь по более приятным делам. Я же все-таки заплатил. Боже мой. Ну и к шлю... В смысле, к Хельге давайте зайдем. Давайте зайдем к Хельге. Кстати, у меня тут как-то в прошлом сейве по ее вот этой ночлежке бегал вор. Туда-сюда, вверх, вниз, вверх. Реально очень долго. Ну, в смысле, он не прекращал этого делать. Это ты. Пожалуйста. Только не госпожу Дебеллу. Не надо. Не трогай ее. Я все понимаю. Вот, бери свое золото и подавись им. А где твоя статуя? А можно вас за карманы пощупать? Ноль процентов украсть. Ладненько. Светилище Дебиллов. Так, магия. Искусство убеждать. А ты еще Огнянскую Деву читаешь, да? Ну ладно. Ну, в принципе, с ее характером, наверное, неудивительно. Залагало и пришлось убить. Все квесты через командную строку фиксятся. Если что-то глючит. Я это уже на собственном опыте убедился. У меня был как-то квест, который у меня просто... Он взялся из ниоткуда. И там с помощью карты пришлось искать, что это за квест, где он взят. Что мне вообще делать нужно, понимать. И потом еще предпоследнюю стадию включать через консоль. И после этого идти сдавать этот квест. Ну, то есть, как бы, до момента сдачи. Самое-самое-самое, что можно было. Включить. Вот. И тогда я квест этот сдал. А что это за квест, вообще, я так и не понял. У меня даже деревушка открыта не была. Там, ну, там ферма какая-то, по-моему, сарай. Железные сетиры. Ищи. Так. Сейчас я повыкидываю, а то у меня тут... С20. Нахрен он мне упал. Босяк! Держись от проблем подальше. И проблем не будет. Ага. Мне некогда тебя развенеть. Пытаюсь. А все началось с того, что меня пытались казнить. Даже золото уже здесь. И все прошло чисто. Мне это нравится. Прятать трупы и отводить глаза стражей довольно дорого. Отлично. И, похоже, теперь я тебе кое-что должен. Вот. Думаю, тебе это пригодится. Вообще-то нет. Судя по тому, как тебе удалось разобраться с торговцами, могу сказать, что твой талант доказан на все сто. Нам в команде нужны такие люди. Вот это удаль. Воровство у тебя в крови. Родовой знак опытного вора. Думаю, ты у нас тут далеко пойдешь. Что у тебя на уме? У нас сейчас черная полоса, но ты об этом не беспокойся. Знаешь что? Ты добывай для нас деньги, а я побеспокоюсь об остальном. Годится? Но это звучит неубедительно на самом деле, потому что... Это правда, что у вас нет денег? Да, у нас нет денег, но ты добудешь для нас деньги. Ну, знаете, это звучит так себе. Но, так как мне просто другого варианта нет, то... Теперь, если больше нет вопросов, иди за мной. Я тебе покажу, о чем мы с тобой толковали. Ага, пошли. Когда поговоришь с Бринелифом и Мерсером, приходи ко мне. Я тебя обожаю. Даже если ты самый, что не есть свой, проблем никому создавать не стоит. Господи, этот магнитчик постоянно ворчит. Бринелфа, Мерсера и Бринелфа. Мы потом поговорим. Он его головой открыл. Сдается так. Ту! Польза, Эйла. Я не буду ни на ком жениться. Нифига мне эти бабы нужны в доме. Я вышел на тропу войны. Это путь воина, путь одиночки. Я не собираюсь ни на ком жениться. Мерсер, это наш новый рекорд. Я говорил. Только бы это не было очередной тратой ресурсов гильдии в Бринелфе. Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что прояснить. Если ты играешь по правилам, ты становишься богаче. Если нарушаешь правила, теряешь свою долю. Никаких споров и разговоров. Просто делай, что мы скажем, и когда мы скажем. Я ясно выражаюсь? Хорошо. Тогда пора проверить твои умения в деле. Погоди-ка, ты не о златоцвете? Даже малышка Векс не смогла туда пробраться. Ты утверждаешь, что новый рекорд обладает должным талантом. Если так, пусть докажет. Поместье «Златоцвет» крайне важно для одного из наших крупнейших заказчиков. Однако владелец внезапно решил вести дела сам и отказаться от наших услуг. Следует преподать ему урок. Бринелф посвятит тебя в этой. Ты ничего не забыл? А, да. Поскольку Бринелф уверяет меня, что ты принесешь нам исключительно выгоду, мы принимаем тебя. Добро пожаловать в гильдию воров. Добро пожаловать в семью, парень. Я надеюсь, что ты нам принесешь много денег. Не разочаруй меня. Не боись. Просто. Делай, что говорят, и не марай клинок. Убийство денег не приносит. Я бы поспорил. Добро пожаловать в Галвином Мэлори и Вэкс. Они тут в курсе всего и могут подкинуть тебе работу, если будет нужно. Да, и поговори с Танилой во фляде. Она тебе выдаст новые доспехи. Добро. Поместье «Златоцвет» это пасека. Они там разводят пчел и делают мед. Оно принадлежит одному болтливому лесному эльфу по имени Оренгот. Нужно преподать ему урок. Сжечь там три улья и обчистить сейф в доме. Подвох в том, чтобы не сжигать все поместье дотла. Важный клиент, о котором говорил Мэрсер, этого не потерпит. Нет, ну разумно-то. Меньше всего нам нужно злить своих клиентов. Мавин хочет, чтобы Оренгот остался жив. Но если он будет тебе мешать, можешь его убить. Это все очень важно для гильдии. Не выставляй меня дураком. Не облажайся. Поместье «Златоцвет» принесло гильдии гору золота. Можно сказать, что это была наша золотая жила. А потом, ни с того ни с сего, Оренгот перестал присылать нам долю. Мэрсер был, ну, мягко говоря, в ярости. Тогда мы отправили туда Вэкс и выяснили, что он нанял отряд наемников для охраны. Да, Оренгот послал городскую стражу куда подальше и укрепил весь остров. На деле Вэкс еле унесла оттуда ноги. Ты ее расспроси перед уходом. Они очень крепкие. Их ведь для местных погодных условий строили. Но их можно сжечь. Да и жители Рифтона сразу поймут, что мы серьезно настроены, если увидят высокий столб дыма. По очень важной причине. Мавин черный вереск. Если мы сожжем все ульи, ей придется возить мед издалека. А это сократит ее доходы. У нас договор с Мавин. Мы присматривали за поместьем златоцвет, чтобы мед шел без перебоев. Если рабочие упрямились, мы их строили. Если конкуренты пытались покупать мед у Оренгота, мы крали товар. За это Мавин разрешила нам трясти Оренгота и получать большие откаты. Я тебе это так объясню. В Рифтоне ничто не ускользнет от Мавин. Одно ее слово, и ты до конца жизни просидишь в тюрьме. Так, все понятно. Поместье Оренгот, Ульи, сейф. Приемники пленных не берут. Давайте поговорим теперь с этим товарищем. Как его, блин? Задрочилый, короче. Который дрочит на скрытную. Ну, он там, короче, кому интересно, вот эта записка, почитайте ее. Все сами поймете. Так. Делген. Да, я подумаю. Он тебя подобрал на улице и засунул в самое пекло, даже не объяснив, где вверх, где вниз. И я прав. Видишь, такой подход годится для того, кто хочет разбогатеть и еще успеть все потратить в свое удовольствие. Мы отлично сработаемся. Так что, если не боишься, у меня много разной работы, которая поможет гильдии снова встать на ноги. Посмотри вокруг, фляга, гильдия, все разваливается. Лет тридцать назад тут было народу, как в имперском городе. А теперь считай, что тебе повезло, если на злокрыса не наступишь. Слушай, народ, конечно, считает, что я просто чокнулся. Но я тебе прямо скажу. Кто-то или что-то жутко злится на нас. Не знаю, что это за сила, но она выше нас с тобой. Нас прокляли. Я тебе скажу, что делать. Мы плюнем в морду этому проклятию и все тут изменим. Вернем старые добрые времена. Вот ты-то как раз этим и займешься. У меня полно работы, которая поможет нам снова встать на ноги. Ты только спроси, и в итоге вылезем мы из этого дерьма, благоухая, как розы. Я занимаюсь рыбалкой, цифрами и чёсом. Там свой подход требуется. Если ты больше по взломам, поговори с Векс. Так, рыбалка это... Я помню, чёс пригодится. Самый простой. Приходится напоминать этому городу, что в гильдии серьёзный народ. Кради всё, что не приколучено, пока мы их не убедим. Просто, правда? Не совсем. Суть в том, кради где хочешь во всём владении. И можешь даже оставить себе всё награбленное. Ты в деле? Только помни правила. Всё делай чисто и тихо. Вот подробности. Да, да, да. Так. Стоять. Садись и выпей со мной. Береги себя. Оренгот нанял опытных убийц. Можешь спросить у бедняжки Векс. Я-то спрошу. Так, поучи меня крацца. Это когда деньги будут. Так, теперь с Векс поговорить нужно. Прежде чем мы начнём, хочу тебе кое-что объяснить. Первое. Я лучший специалист по замкам в гильдии. Так что, если мечтаешь меня заменить, можешь даже не надеяться. Да я не собирался. Ты делаешь точно то, что я говорю. Без вопросов, нытья и оправданий. Тогда мы поймём друг друга. Хорошо. Так, тебе пора испытать себя в деле. А у меня слишком мало времени. Так что на посторонние темы не отвлекайся. Я не собираюсь тебе врать. Дела наши хуже некуда. Кто знает. Старик Делвин думает, что нас прокляли. А я думаю, что он рехнулся. Как по мне, так нам просто не везёт. Можешь заняться делом и начать отвоёвывать наш авторитет, чтобы народ боялся нас, как в былые времена. И в процессе заработаешь немного деньжат. Как тебе такие условия, а? Давно я таких не видела. Знаешь, что это такое? Камень Барензии. В таком виде это просто безделушка. Какой-то вор выломал этот камень из церемониальной короны Барензии. Но следов уже не найти. Кажется, всего их 24. Многие люди их держат в качестве безделец или амулетов. Некоторые члены гильдии пытались их найти. Но никто так и не преуспел. Ну, до сих пор. Слушай, я покупаю только то, что могу быстро и прибыльно сбыть. А эти камни никому не нужны, если только не будет полного набора. Вот что. Если найдёшь все остальные, мы сможем договориться. А нет, так оставь этот себе на удачу. Так, получен квест на камне Барензии. Я много молчу сейчас, но просто они много говорят. Так, давайте возьмём у неё небольшое задание. Я занимаюсь взломами, подлогами и кражами. В основном придётся проникать в чужие дома. Без проблем. Если тебе это не подходит, иди к Делвину. Он занимается более личными заданиями. Так, взлом, это по мне. Всё, как проникаешь в дом, крадёшь нужную вещь и уходишь, пока хозяева не подняли шум. Загвоздка в том, что нельзя убивать жильцов. Иначе награды тебе не видать. Ну что, как насчёт старой доброй кражи со взломом? Я в деле. Хорошо, возьми это и выметайся. Так, Векс. Ну что, получилось или как? Смотри, только быстро. Время, деньги. Так. Хм, да уж. Этот лесной эльф, он оказался куда умнее, чем я думала. Ты не поверишь, но этот ушлёпок набрал себе охрану. Там их человек восемь, не меньше. Он словно только и ждёт, что мы к нему заявимся. Ну, на северо-западной стороне острова есть старый источный танк. Канель, который выходит к озеру. Я проникла туда, через него. Вряд ли он охраняется. Ага. Я обычно в лоб шёл. Так. Получим взломы оценки. Какие услуги. Бла-бла-бла. Запомни, никого не убивать. Мы не убийцы. Да-да-да. А ты новичок, да? Да, я новичок. Мне нужно ещё и с тобой поговорить. Близко познакомимся. Я тут скупщик. Захочешь продать то, что тебе не очень принадлежит, я тебе заплачу. Само собой, придётся отдать небольшой процент гильдии. Я могу ещё продать кое-что полезное людям нашей профессии. Недорого. Ну, то есть, отмычки, зелья скрытности и всякую штуку. Конечно. Могу попросить могильщика тебя вырубить и бросить в цистерну. Как тебе? Слушай, я в этом деле уже давно, и я всяких навидалась. Крутые парни и хитрые девчонки. Мне без разницы. В конце концов, ты поймёшь, что тут нас волнует только одно. Сколько золота ты приносишь? Хорошо. Ясненько. Так, что у тебя есть на продажу? Кстати, вот по поводу этой фразы. Они не могли записать несколько для разных персонажей? Тут такой... Ну, я не буду говорить, что это плохо, но... Они все говорят одно и то же, с одной и той же интонацией. Просто это выбивается резко. Ну, то есть, у меня с этим нет проблем, но... Но, в целом, с этим проблемой чуть-чуть. Самое малость есть. Так. Ну, она мне ничего предложить не может. Интересного. Кроме отмычек. Ну, отмычки я и так, наверное, скрафчу. Сколько они стоят тут? 180 золотых. 30 штук. Давайте возьмем. Почему нет? Так. И у меня действительно есть, что ей продать. К сожалению, всего лишь на 1200 монет. Я продам ей... Так. Они не весят, не занимают ничего. Хорошо. Так. Кольцо. Жерелье. Вот это, и вот это, и... Кольцо с гранатом, и вот эти две штуки, и вот это. Ага, понятно. Я знаю, что иногда выгоднее кольца не продавать, а зачаровывать их. Но все-таки я этим не занимаюсь. Так. Ну, какая-то денежка у меня уже появилась. Да нет, это мне пора, блин. Женщина, я каждый раз ухожу, а ты говоришь, что тебе пора. Это я ухожу. Так. Вот это... Нет. Капюшон гильдии воров, сапоги гильдии воров, перчатки гильдии воров. И я принял свой, куда более для меня привычный облик лучника, вора, и, в общем-то, просто хорошего парня. Так. Переносимый вес. Цены выгоднее. Вероятность успеха карманной кражи. И... Перчатки взлом облегчаются на 15%. Да, одевать пока что это все было бессмысленно. Ну, ради, там, прибыли со сделок у нее. Потому что у нее все равно пока что только тысяча монет. Это по окончанию гильдии будет, по-моему, пять тысяч. И не только у нее, кстати. Вот. Так что... Ну, просто это пока что не те деньги, да. И в Скайриме за золото цепляться особо не стоит. Оно здесь никогда не имело ценности... Какой-то особой ценности, знаете. Да. Когда ты действительно паришься, что там... О, мне не хватит. Там, ой, мне надо больше пойти подфармить золото. Такого... Такого здесь никогда не было. Так, кстати. Steel Iron. Я понимаю, что я ворую своих. Это крысятничество. Но я думаю, что это обусловлено тем, что... Мне нифига нет. Кстати, микстура здоровья. Чуть и... А! Мусор. Мусор, мусор, мусор. Прочесть. Теневые метки. А, ну это... Ни о чем. Так, я знаю, где выход. Но здесь есть еще помещение. Я правда не помню, пустят ли мне сюда сразу. Так, а здесь есть пентаграмма душа интересная. Я знаю точно, что здесь вот алхимический столик есть. Пентаграмма душ, по-моему, тоже была. Да я не уверен. Ха! Кстати, у меня это... Вот это помещение было открыто в прошлом сейве. Ты тут многим нравишься. И мне тоже. Просто хотел тебе об этом сказать. Э, мужик, слышь, я не такой... Мне совсем нравится, а не ты. Иди сюда. Есть разговор. Характер у тебя крутой. Это я уважаю. Я к ним пришел... Небольшой клан. Человек 20. Мы на... Не пойми меня. Можно было жрать до отла. Как же весной мы напали на кроваву. Они не больны, ты... Тогда вождь нашего клана... Гартек... Он приказал... Нет. Обычно мы их отпускали. Я отказался. По счастью, у меня в клане уже были друзья, которые... Мы рвали друг друга на куски. Когда все кончилось, оставшиеся просто пошли себе в разные стопы. Я оставил его башку на пике посереть разграбленного... Не знаю, что стало с остальными выжившими из клана. Небось, устроились где-то, как и я. Ага. Чувак, я не знаю, что ты думаешь, но я не похож на психолога. Да, тот самый выход. Гильдия воров. Нет, не гильдия воров, это кладбище. Ну что же, ребят, давайте с вами отправимся в поместье Златоцвет за поджогом ульев и, возможно, статуэтки пчелы, если я правильно помню. И, возможно, еще чем-то, что сможем там добыть. Продолжение следует...